доброго времени суток дорогие друзья виноградари вы знаете меня зовут гайда андрей это одесский регион украина и я вас приглашаю посетить на несколько минут вместе со мной территорию нашего питомника привитых саженцев винограда у нас решающая и финальная стадия вот вот через недельку мы начинаем снимать наши ранние сорта наша коллекция и ультра ранние сорта уже созрели и об этом мы скоро расскажем у нас будут отдельные блоки посвященные этой теме в этом видео кратенько я расскажу что мы делаем в последний момент перед созреванием также мы с вами побываем на одном из наших рынках которые формируют цены на виноград в нашем регионе и не только на виноград поэтому устраивайтесь поудобнее и поехали с нами для получения новой информации но в этом видео я для себя еще раз подчеркнул тот момент что культура производства товарного винограда у нас в украине еще на достаточно низком уровне почему я так считаю смотрите в этом видео сегодня кстати 18 июля и у нас закрытом грунте заметьте без отопления виноград по показателям рефрактометра подтягивается уже 14-15 брикс и у нас до реализации еще есть больше недели заметьте мы реализовываем только сладкий виноград я понимаю что уже вот-вот за ним начнут охотиться в наших условиях конечно же птицы и мы к этому моменту тоже готовимся растягиваем сетку путанку конечно же подключили нашу пушку бомбу и на редкие индивидуальные грозди ставим мешочки но перед этим мы проводим последнюю обработку против серой гнили и конечно же на сегодня самый эффективный препарат есть свич да он дорогой около 150 долларов на обработку одного гектара но экономически он себя конечно же окупает думаю в этом году это будет самый эффективный препарат и так заходим на официальный сайт производителя смотрим срок ожидания здесь у нас 7 дней и проводим опрыскивание ни в коем случае не заливая ягоды то есть мелким распылом и конечно же перед тем как предлагать свою продукцию оптовым покупателям нам надо прицениться а в нашем регионе есть только одно культовое место где это можно сделать ну что вам интересно тогда погнали с нами на привоз сейчас мы хотим вам показать маленький сюжете с нашего знаменитого привоз посмотрим есть и на привозе ранний сортам винограда и какие и конечно сколько они стоят а самое главное спелые они или все-таки зеленые это импорт машина а почем с 15 гривен 15 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 16 15 15 15 15 15 15 15 11 15 18 20 20 Это тоже 90 гривен. 90? Ничего не слышно. 90. 90 гривен. Без косточки. Маленькие грозочки. Зато сухой. А это сколько? 35, 60, 60. 35, а он же там 15. А, там меньше, да? 60, да? Тоже импорт. Маленькие грозочки. Аккуратно, ноги. Ты найдешь или вокруг? Нет. Не знаю, спелы, не спелы. Это типа... типа вот этого. Крепно, что длинные. Почему виноград? 65. 65, да? Точно сладкий? Только что попробовал там преображение, а теперь... А теперь оскоминно во рту, что он зеленый. Не, ну говорят, глаза вот так берут и говорят. Сладкий. Не, я попробую. Я попробую. Была не сколько из сахара? Знаешь, сколько из сахара? А я знаю. Максимум 15. Ванеслав, тебе нужно слажить. Что? Двелес. Дверь. Ваш виноград. Почем вот этот велес? 75. Это 280, да? 75. А белый? Аркадия, 75. А это самое дорогое возьмется, да? И тогда каждую тропу поднимать. Хорошо, я не буду поднимать. Я могу не поднимать. Скажите, что я плохо поставил? Ни одна ягода не отвалилась. Самый дорогой 80, да? Да. А в кипке все-таки ящиков. Тогда вы снимаете где? Да. А что под вкусом? Сделал? Ну, я же пробую. Не знаю, не правильно пробую. Можно, да, одну взять? Давай велесу пробую. Нет, попробую зеленую. Велес 2, скажем. А вот это что такое? Это уже спелое что-то. Это типа ливии. Но, видно, в хорошем месте было. Да, это ливия, надеюсь. Это тоже 8? Давай велесу пробуем одну. Ну, такой более-менее старенький, но есть такая горчинка, они по своему велесе. А еще попробуем одну ливию. Окрашенную берем, пробуем. Легкий мускат уже появляется в ливии. Но все равно еще не хватает хотя бы 2%. Хорошо, мы сейчас посмотрим. Одну могу маленькую поднять, посмотреть? Да, легкий мускат. Легкий мускат. Вот еще и все. Скульпусиняковка. Виктория Белая. Ну, в принципе, сахара нету, водянистый. Наш виноград вкуснее. Поддерживайте. Локального производителя. Дорогие друзья, на привозе быстро стемнело. И мы на эту съемку перевели наш одесский обычный телефон. Смотрите, здесь какой виноград и какие цены. Виктория Белая здесь. Виктория Белая. 134 гривны. В два раза дороже, чем на привозе. Наш кишмыш Велес 134 гривны. Немножко зеленоватый. Здесь какой-то виноград черный. Турецкий бискосочек. Не знаю, что за виноград. Цены вот. И качество. Цены и качество оставляют желать лучшее. Все пожмякано. Все невкусное. Вот еще у нас ливия. 190. 179 гривен. Тоже уже страшно. Ни одной кисточки нету. Уже начинается гниение. А вот здесь у нас написано преображение. Хотя здесь преображением и не пахнет. Все тоже черное. Все никакое. Ну и самое главное, что я хотел сказать. Здесь виноград не такой презентабельный, не такой красивый, как на оптовом привозе. Но после вкусия, после дегустации на привозе я понял, что там очень много химии. Я знаю, на какой вкус виноград, который содержит элементы пестицидов. И в принципе на привозе я это почувствовал. У меня очень неприятное послевкусие. Поэтому покупайте виноград только у людей, которые вы знаете. Итак, я надеюсь, что все-таки какие-то фрагменты из наших видеообзоров вам в принципе пригодились. В очередной раз хочу поблагодарить всех вас за очередной просмотр. Не забываем ставить лайки и добавляемся к числу подписчиков нашего канала. Друзья, давайте в очередной раз поздравим нашего победителя, который пусть нас набирает. Давайте посмотрим, кто это. Поздравляем вас, дорогой. Поэтому набирайте нас. Нас можно найти или через наш сайт, или через нашу группу в фейсбуке. Или пишите в комментариях. Обязательно свяжемся и отправим вам в ближайшее время коробочку с самым сладким и самым вкусным виноградом. Ну что же, давайте поблагодарим друг друга. И на этом будем прощаться. Ребята, сохраняйте урожай. Уже совсем скоро все ваши труды будут вознаграждены. Поэтому еще немного терпения. И всем вам успехов на виноградном поприще. До свидания.